Истец Игорь Поликарпов Признать договор недействительным о право найме жилья, который принадлежал моей матери и которым на данный момент являюсь единственным наследником я. Почему? Потому что договор был составлен на данный момент невыгодных условиях для меня. То есть договор был составлен на сумму полторы тысячи рублей. В месяц? В месяц. Эта квартира в нашем жилом районе, она оценивается, я узнавал это у нотариальной конторы, в месяц она оплачивается 25 тысяч с половиной рублей, это минимум в нашем жилом районе. Квартира хорошая. Моей матери две квартиры было, двухкомнатная и однокомнатная. В двухкомнатной я проживал со своей женой. Однокомнатную она сдавала Ларисе. Но дело в чем? Дело в том, что мать моя умерла два месяца назад. Два месяца назад она умерла. Я пришел к моей миссии и заявил о том, что теперь являюсь я наследником этой квартиры. Вот. И попросил, соответственно, оплатить мне аренду жилого помещения за месяц. Так. Ну, то бишь, я думал, как, что она сейчас мне так же даст, как моей матери, 25 тысяч рублей. Все, то есть, как бы, разговоров не будет. Смотрю, полторы тысячи рублей дает, и при этом мне тычет в лицо договор. Договор. Не перебивай. Я тебе сказал, не перебивай. Сейчас я говорю. Вопросы есть? Говори, договаривай. Дает мне полторы тысячи рублей, тычет мне договором в лицо. И при всем при этом на мои претензии она не реагирует. То есть, как бы, у нас идет спор и разговор. Не было такого. Было, все. Значит, на мое предложение съехать с квартиры она никак не отреагирует. На какой срок заключен договор? Естественно, зачем я буду съезжать оттуда. Передайте мне договор. Сейчас, секундочку. Сразу все там можно? Нокументы передам. Держите. И свидетельство о регистрации права. Вы уже оформили квартиру на себя или еще матери? А, еще не переоформлена квартира. Через полгода, да, я в нотарию приду, оформлю. Понятно. Вот, дело в чем, понимаете? То есть, как бы, у меня есть жена, у меня есть ребенок. А никто не виноват, что ты себе в шону взял. На протяжении я сказал, не перебивай мне. Это моя жизнь, мне жить. Понимаешь? Это не тебе уже, это мне. Я сейчас тут себе устрою, понимаешь? Планы. Дело в том, что за один месяц я буду терять 24 тысячи рублей. Какой же ты алчный, мелочный человек. Я всегда знаю, что ты такой. Подожди, подожди, я разговариваю. Я сейчас говорю. За 4 года почти миллион. За 4 года почти миллион. То есть, сумма очень значительная для моей семьи. Работать надо, а не квартиру сдавать. Я при всем при этом работаю, понимаешь? Я при всем при этом работаю. Ищи дополнительную работу. Я не ищу лазейки в жизни, чтобы там куда-то пролезть. Представьтесь. Как зовут вас, мы знаем. С исковыми требованиями я категорически не согласна. И считаю, что нет никаких оснований для расторжения договора найма жилого помещения. Ваша честь, дело в том, что истец не раскрывает всех подробностей и всей истории. И всей нашей истории. Мы с Игорем прожили 3 года в законном браке. Это ваша честь, вы извините. Он скрыл это отсюда. У меня с ней была жизнь. Я об этом как бы не вспоминал. У меня есть жена, у меня есть ребенок. Это соответствует действительности. Понимаете, жизнь была такова. Но это же существенно. Вы скажите, да или нет. Но я даже никогда не хотел затрагивать и вспоминать. Но это существенное условие. Ваша честь, я прошу прощения. Тогда договоры между Ларисой и вашей матерью. Продолжайте, Лариса. У нас с Ириной Сергеевной, то есть с матерью Игоря, сложились очень хорошие, дружеские, теплые отношения. Она называла меня дочка, а я называла ее мамой. И когда дело дошло до развода, Ирина Сергеевна была категорически против нашего развода. Дети есть у вас? Нет, нет детей. У нее ничего нет, она все лазейки есть. Дело в том, что после нашего развода Игорь сразу связался с другой женщиной, у которой есть еще на издевине малолетний ребенок. А какая тебе разница? Какая, скажи, тебе разница? Но к делу это не имеет отношения, Лариса, продолжайте. Моя жизнь, я живу с детьми, я живу с детьми. Не отвлекайте, не отвлекайте, пожалуйста, ответчика. Мои родители в данный момент живут в Владивостоке. Этот город находится в Приморском крае. Я живу далеко от дома. Учусь на юридическом факультете в университете в городе Санкт-Петербург. Мы, кстати, с Игорем там и познакомились. Но он, правда, не доучился и учебу бросил, потому что такой человек не способен доучиться и получить диплом о высшем образовании. Я всегда тебя знала, что ты такой. Мать была в тяжелом состоянии, мне пришлось учебу закончить. Вот она хотела про это сказать, но опять же она не добавила. Ирина Сергеевна после нашего развода и в связи с тем, что он убросил учебу, довел ее сын, и она очень сильно заболела. И она предложила мне жить в ее квартире, которая находится на одной лестничной площадке. На площадке тебе на лестничной не место жить там будешь на лестнице. Еще полтора штуки мне будешь платить за эту лестницу. Ирина Сергеевна еще при жизни сказала, что никогда никому не даст меня в обиду. Да я очень ее любила. Когда вы подписывали договор, ваша свекровь уже болела? Нет. Болела. Что нет? Нет, все было нормально. Когда подписывали договор найма, еще была здорова? Да. Да, ваша честь. Ирина Сергеевна была еще здорова. Она была не здорова, ваша честь, она уже заболевала, но тяжелого состояния как такового не было. Вот, все. Потому что в дальнейшем, это почему я учебу бросил, я же говорю. Какие ли вы дополнительные доказательства у вас есть? У меня есть... Да, и мы с Ириной Сергеевной, она мне предложила жить в этой квартире, и мы с Ириной Сергеевной подписали договор найма жилого помещения сроком на 5 лет и с ежемесячной оплатой в сумме 1500 рублей. В эту сумму входили коммунальные услуги и налоги. Я, соответственно, оплачивала все эти коммунальные услуги, у меня есть на руках все квитанции, подтверждающие факт оплаты, и поэтому с этой стороны никаких претензий ко мне не должно быть. Где-то видно полторы тысячи рублей за однокомнатную квартиру. Понятно. Вы говорили, что у вас есть свидетель? У меня есть свидетель, это моя жена. Пригласите свидетель из Са. Свидетель из Са, пройдите. Нашла лазеечку, да, ты смотри? Пролезла полторы тысячи. На лестнице. Это ты ничего не знаешь. Получи законы. Здравствуйте, Ваша честь. Меня зовут Поликарпова Ольга. Ваша честь, с первых дней, когда свекруха меня увидела, она меня вот ненавидела. Когда Игорь ее повел знакомить меня с ней, она сказала, просто заявила мне, что она категорически не воспринимает никого, никаких невесток, кроме как Ларису. Она даже на регистрацию нашего брака не пришла, Ваша честь. И когда мне сказали, что она поселила... Потому что Ирина Сергеевна очень меня любила и дорожила. Да помолчи ты, но дай мне сказать все. Извините, Ваша честь. Мне сказали, что она поселила ее соседнюю квартиру, которая находится на лестничной площадке. Ваша честь, я очень переживаю, я очень нервничаю. Я как бы шутя ей сказала, вы теперь богатая женщина. Она сказала, не твое собачье дело, что хочу, то и делаю. Я буду помогать Ларисе, так как она бедная, несчастная студентка. Ваша честь, я переживаю за свою семью. Извините меня, все-таки малолетний сын, 8 лет сын. Почему я должна терпеть? Ваша честь, вы себе скажите, спасибо. Подождите, но это воля собственника, которая решила распорядиться своим имуществом именно так. Я всегда знала, что правда будет на моей стороне. Не мешайте. Подождите. Не мешайте. Заключила договор на 5 лет. Подождите, Ваша честь, а почему она не хочет сказать, что деньги 25 тысяч передавались при моей супруге, матери. Почему? Это соответствует действительности? Вы когда-нибудь 25 тысяч рублей отдавали? Да, в отношении министеров. Он клевещет в моем отношении. Но послушайте, вот я сейчас обращаюсь к свидетелю. Если следовать логике вашего рассказа, то навряд ли покойная Нина Сергеевна могла заключить на 25 тысяч рублей договор. Они просто сговорились, Ваша честь. Да не надо меня перебивать. Скорее всего, на самом деле на полторы тысячи. Они заключили какой-то фиктивный договор на полторы тысячи. Это, скорее всего, чтобы налоги не платить государству. Это я так понимаю. Но при этом вы сказали, что Нина Сергеевна очень хорошо относилась к ответчице. Так она к ней хорошо относилась, потому что та ей платила деньги. Ваша честь, в самом деле так говорила. Я платила Ирине Сергеевне 25 тысяч. Но в связи с тем, что у нее подкачало финансовое положение. Она нуждалась временно в деньгах. И, соответственно, я ей дала такую сумму. Но это один раз было. Взаймы дали? Нет, я ей дала просто так. Просто так, да. Совершенно верно. Как это просто так? Как это просто так? Значит, еще у меня, естественно. Истец, ко мне повернитесь. Мы так же нуждаемся в этих деньгах. Понятно? Во что, оштрафовать? Ответьте мне на вопрос. Отвечется, как человек, который сейчас пользуется и владеет этим помещением, разрушает помещение? Честно сказать, да. Каким образом? Она в целом не хозяйственный человек. То есть там постоянные собрания девушек какие-то. Но это приводит к разрушению и порче помещения? И порче помещения, соответственно. Докажите, у вас есть документы, которые доказывают, что разрушается и портится помещение в результате эксплуатации его ответчиком? Понимаете, документов никаких нет. Ваша честь, это все ложь и книга в ее отношении. Нет, можно, это просто даже приехать именно на квартиру и все это показать. Вносят своевременно деньги вам, вот после смерти матери? На данный момент нет. Как это нет? А как же доказательство тому, что вот две квитанции, полторы тысячи рублей, полторы тысячи рублей вам перечислены? Когда, посмотрите. В марте и феврале. В марте и феврале, а в апреле. Я ее поймать не мог. Но в апреле еще срок не пришел. У нас с каждого десятого числа. У нас с каждого десятого числа удаляется для принятия решения. Ты говоришь, что я не плачу. Оглашается решение суда. Уважаемый истец. Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, что я отказываю вам в удовлетворении ваших требований. Потому что, во-первых, вы не являетесь собственником жилья на сегодняшний день. Собственником жилья вы станете через 4 месяца. Если процедура будет исполнена. Во-вторых, даже если бы вы были собственником жилья, вам следовало бы в иске отказать. Потому что договор найма может быть расторгнут только в двух случаях. При существенном неисполнении арендатором условий договора. Это невнесение платы и разрушение помещений. Я задавал вам вопрос. Разрушало? Вы говорите, да. Я критически отношусь к вашему высказыванию. То же самое касается и невнесения платы. Плата вносится. И то, что за апрель, как вы говорите, не заплатила, ну, значит, еще не пришла просто к вам бумага о том, что полторы тысячи внесены на ваш счет. Поэтому правовых оснований для удовлетворения ваших требований нет. И я полагаю, еще 4 года не будет. Решение суда. В иске отказать. Редактор субтитров А.Семкин